Экономических и персональных санкций против России, которые ввели западные страны, до сих пор недостаточно, чтобы остановить войну в Украине. Серьёзные последствия они ощутят лишь тогда, когда окажутся в полной изоляции, то есть не смогут путешествовать по миру. Речь идёт о прекращении выдачи россиянам виз. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Самые важные санкции заключаются в закрытии границ, потому что русские отбирают чужую землю. О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут, тогда они скажут, мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность. Разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на неё. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью The Washington Post. На это заявление сразу отреагировали в Кремле. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию, это процесс, который не имеет перспектив. Однако процесс уже начался. Туристические визы россиянам больше не выдаёт Эстония. Не смогут въехать в страну даже те, у кого есть открытые шенгенские визы. Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию. То есть им будет запрещен въезд в Эстонию. Урмас Рейнсалу – министр иностранных дел Эстонии из заявления на пресс-конференции. Латвия ранее также приняла решение и прекратила выдачу виз россиянам. Единственное исключение сделали для тех, кто приезжает на похороны близких родственников. На сайте посольства Латвии в России сказано, что такое решение было принято в связи с международной ситуацией. Уже в четверг, 11 августа, латвийский парламент официально признал Российскую Федерацию страной, поддерживающей терроризм. Депутаты категорически осуждают военную агрессию РФ и масштабное вторжение в Украину, которое было совершено при поддержке правящего белорусского режима. Также СЕИМ просит евроатлантическое сообщество и партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России, чтобы остановить способность сил РФ продолжать военную агрессию в Украине. Из сообщения латвийских общественных СМИ. В Финляндии и Болгарии также поддержали решение отказывать россиянам в получении виз на въезд в свои страны. При этом многие граждане страны-агрессора так и не поняли, почему их не хотят видеть в ЕС. У нас патриотически настроено население, поддерживающее войну, поэтому пускай они отдыхают здесь, на просторах Родины. Считаю это случаями дискриминации. Граждане России, по сути, несут ответственность за действия, которых они не совершали. И это просто несправедливо. Нельзя же человека заставить вот так, изолировать от всего. Мы же люди, правильно? И поэтому должны своими действиями помочь остановить войну против Украины, считают в украинском внешнеполитическом ведомстве. Запрет въезда для россиян – это самая действенная персональная санкция. Не надо рассказывать, что не все россияне виноваты. Россия в абсолютном большинстве поддерживает агрессию против Украины, военные преступления и убийства, захват чужой земли. Поэтому вполне логично лишить их возможности пересекать чужие границы, пока они не научатся их уважать. Выборочно выдавать визы для россиян также стали в Литве, Румынии, Польше и Чехии. Так некоторые чешские университеты начали вводить ограничения для студентов и абитуриентов из России и Беларуси. Теперь граждан этих стран могут не принять на специальности, признанные критически важными, например, в сфере IT-технологии. А действующим студентам таких направлений предлагают завершить учебу. Совместные политики пересечения и шенгенские правила – это совместный договор, который может быть изменен только по согласию 27, но мы видим, какое количество стран уже примкнуло к этой инициативе. И вы знаете, тут интересный момент. Тут вопрос идет уже не только о визах, которые могут быть с целью бизнеса, туризма. Вот как раз тот же Урмас, глава МИДа Эстонии, сказал такую фразу «нечего шастать». Возможность запретить гражданам стороны агрессора, россиянам выдавать визы, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят уже в конце августа.